С 19 января 2014 года противостояние агрессивного Евромайдана в Киеве перешло в новую фазу. В фазу уже вооруженного столкновения заранее подготовленных боевиков, террористов с представителями правоохранительных органов. Давайте вспомним вообще, как это все начиналось. Ведь начиналось под увещевание, что это мирная акция на Майдане в Киеве. Эта акция перестала быть мирной уже в ночь с 29 на 30 ноября. Я утверждаю, что тогда была реализована провокация, также заранее подготовленная, провокация, чтобы вызвать обострение ситуации в стране. Ибо 29 ноября 2013 года Янукович в Вильнюсе не подписал соглашение об ассоциации, а все было настроено на Западе и в прозападной элите Украины, что это соглашение будет подписано. И все, птичка в клетке. Колонизация Украины была предрешена. Колонизация полная. Прежде всего экономическая. Это было однозначно понятно, потому что открывался внутренний рынок, обнулялись пошлины на 72% всех планируемых товарных групп и видов продукции. А это значит поток импорта более конкурентоспособного, более дешевого, хлынул бы на рынок Украины и заблокировал бы даже возможные продажи сегодня еще имеющейся отечественной продукции. Кроме того, были бы перекрыты все возможности модернизации производства, ибо конкурент Западу не нужен, мы у них рецепиент, а не коллега-партнер, и экономика Украины бы просто быстренько бы сдулась, как шагренивая кожа. В это же самое время в соглашении об ассоциации был прописан сценарий политической конвергенции, то есть вхождение Украины в так называемую совместную политику обороны и безопасности. А это значит вхождение Украины в систему НАТО и в течение ближайших месяцев выдворение Черноморского флота Российской Федерации из Крыма. Украина полностью беззащитна, Украина полностью безоружна, Украина полностью банкрот, и вот эту птичку в клетке держат для того, чтобы в удобное время, в удобных формах проглотить Западом. И вдруг это обломилось. И Янукович в последнюю минуту, в силу целого ряда причин, в том числе и нашей борьбы, самоотверженной и на улицах Киева, и в торпедировании администрации президента, и Янукович не подписывает. Начинает разогревать Майдан, Майдан разогревается плохо, и тогда в ночь на 30-е осуществляют провокацию. Когда было объявлено о завершении акции на Майдане, и начали уже сворачивать технику и озвучку, когда Беркут пришел для того, чтобы очистить просто Майдан для установления елки и там разворачивания новогодних различных там празднеств, и остались на Майдане, ну буквально считанные люди, там несколько сотен человек, в основном молодые ребята, среди которых были уже подготовленные боевики. Вот почему уже тогда в милицию полетели камни, банки, бутылки, цепи, как потом на брифинге говорил один из представителей МВД, в лицо Беркуту прыскали неизвестным каким-то газом, а сами беркутята рассказывали, что их били, вдумайтесь, их били каблуками и цепями между ног. Таким образом, провокация на Беркут, ответ, жесткий ответ Беркута, и это снимается вдруг в 4 часа ночи, оказавшимися там, прямо на Майдане, телеканалами, какими телеканалами? Тими телеканалами, которые были полностью поставлены на службу Западу. Пятый телеканал, пятый канал, TVI, Интер, тогда полностью оранжевый, это все идет на канал 24, а это тоже канал оранжевый, в руках у мэра Львова Садулова. Таким образом, сразу делают политический такой информационный взрыв. В результате, ах, ах, невинно побитые дети, люди сокрушаются и на Украине, и в других странах, и на Майдан стекаются толпы народа. Этих людей обманывают, этим людям рассказывают, что оказывается, те, которые на Майдане собрались, они за порядок в стране, они против коррупции, они за то, чтобы была справедливая жизнь. Чушь! Ведь там верховодил кто? Яценюк, который был и в правительстве, и спикером парламента. Кто? Народные депутаты, Кличко, Техни-Бог? Кто там верховодил? Да у них в руках полномочия, которые дали бы возможность, было бы только желание менять ситуацию к лучшему. Нет, ничего подобного. Им нужно было другое. Им нужно было показать Западу картинку, что народ Украины хочет в Евросоюз, хочет подписание соглашения об ассоциации. Вот они что старались и делать. Но при этом оформление картинки шло чисто в нацистском духе. И пусть мне рассказывают люди, что они якобы приличные, что они якобы грамотные, и что они почитают подвиг своих отцов и дедов, защищавших страну от фашизма, ложь. Все, кто пришел на Майдан, все пришли под нацистские флаги, пришли под нацистские заклинания. Значит, они стали неонацистами. Это ж вдуматься только. В городе-герое Киеве неонацистский путь. А потом удивляться, что портрет Бандеры, а не от Абвера, по кличке Серый, вывешен на здании местной нашей киевской администрации. Удивляться тогда уже не пристало. А потом удивляться, что слова Шухевича, наша Влада, Будда Страшною, написаны прямо на Майдане, тогда уже удивляться не стоит. Все, кто туда пришел, все, кто пришел, поддержали неонацистов. Но это же не могло продолжаться бесконечно. Майдан тянулся, эта бомжатня там уже стала неприятно просто всем, кто и там находился, и мимо проходил. А галичане прописались в Киеве, работы у них нет, они и так работать не привыкли, прибежали сюда в Киев, тут деньги платят на Майдане. Чего же им здесь не околачиваться? Еще и харчевня бесплатная. Но нет результата. Власть не переходит ни к каким решительным действиям, и тем более не идет на уступки этих неонацистов на Майдане. Что же тогда? И вот тогда, заметьте, именно тогда, 14 января, появляется интервью бывшего главы украинской греко-католической церкви, кардинала Любомира Гузера. Появляется в газете «Украина молодая», где кардинал, священнослужитель, который к духовному вроде бы должен призывать, говорит о том, что оправданы формы вооруженной борьбы, если власть не идет на уступки. А ведь эти греко-католики там, на Майдане, они же там палатки свои установили, службу правят, людей зомбируют. И они говорят о дозволенности вооруженных методов. На следующий день, 15 января, появляется интервью Збирнева-Бзижинского. На «Украинской правде» Збирнев-Бзижинский – это известнейший русофоб, ненавистник всего советского, всего русского. Это еще бывший советник президента США Джимми Картера, который не ушел с политической арены и как член мирового правительства продолжает служить Западу. Он, кстати, давал пояснение по ситуации на Украине, когда этот вопрос слушался 15 января в Сенатском комитете в Вашингтоне. Так вот, Збирнев-Бзижинский. Мало того, что он в своем интервью настраивает, что нужно понимать, что процесс этот будет долгим, а это значит в переводе, что не нужно уходить с Майдана, но он по окончанию своего интервью делает еще видеообращение на английском языке. заметьте, на английском языке, к своей пастве. И что же он говорит в этом видеообращении? А в этом обращении он открыто говорит, что вы должны создать комитет национального единства, вы должны определить реальных лидеров и указать каждому, кто задействован в Киеве, в Вашингтоне, в Берлине, в Москве, что новое поколение украинцев преданы идее независимости Украины, которая является частью Европы. Это же надо такое сказать. Независимостью Украины, которая является частью Европы. Уже бы сказал прямо. Которая должна быть колонией Европы. Как она была колонией Речи Посполитой, она же была уже в европейских структурах. 360 лет назад еле вырвались из этого колониального рабства. А тут он говорит, должна быть, является частью Европы. И дальше он говорит, и что вы не остановитесь, пока эта цель не будет достигнута. Нон-стоп, не останавливайтесь, говорит этот подстрекатель. И вот в воскресенье 19 января в такой светлый наш православный праздник Крещения Господнего. Ну, у этих черных людей, знаете, у них никогда не было ни души, ни совести, ничего. И вот в этот праздник о чем заявляет Яценюк? На Майдане там, на так называемом Вече, о создании народной рады. И вот оно, выполнение требований Бзежинского. А это значит параллельная структура власти. Кто избирал эту народную раду? Эта маленькая кучка, собравшаяся на Майдане представлять народ Украины? Это уже идет. Параллельная структура власти. Вам ничего не напоминает? А мне очень даже напоминает. Ливия. Так точно было в Ливии. Ведь была же стабильная ситуация. Страна решала свои проблемы, пусть со сложностями. Понятно, глобальный кризис был и другие моменты. Но решала, и решала довольно успешно. И поддержка Каддафи была. Не пример Януковичу. Потому что Каддафи проводил политику в интересах подавляющего большинства населения. А не как Янукович в интересах кучки своей семьи до ближайшего окружения. Вроде бы стабильная ситуация. Но Западу нужна Ливия. Нужна дестабилизация на севере Африки. И они создают параллельную структуру власти. Они же этих так называемых повстанцев вооружили, обучили, подстрекали для того, чтобы те сформировали якобы свои структуры. А потом растерзали Каддафи и установили. Что установили? Посмотрите на Ливию. Сто тысяч человек убито. Сто тысяч. Сколько беженцев? Сколько искалеченных судеб? Раздерганная, растерзанная страна. Это Ливия. Теперь им захотелось то же самое на Украине сделать. Захотелось. Вот почему, когда на Майдане Яценюк заявил уже о создании параллельной структуры власти, Народной Рады, но только надо было выполнять и следующее требование Бзежинского. Назвать, кто же один возглавит-то. А они между собой втроем никак не поделились. Ну, каждому к корыту хочется дорваться. Майдан психует, назовите, кто лидер. Они не называют. И вот тут те силы, от которых сегодня пытается откреститься Кличко, да тот же Яценюк. Ах, это провокаторы. Какие провокаторы? Стоп. Вы сами туда их завезли. И этот правый сектор, Уна-Унсо, Трезуб Степана Бендеры. Я уже не говорю о партии Свобода. Они там с первого дня, они там дню это ночуют. Они там обучают других оболваненных людей. Обучают методам вооруженной борьбы с представителями власти. Так это ж только начало с представителями власти. А потом, не дай Бог, они до власти дорвутся. Они же так будут уничтожать мирных граждан. Всех, кто им не подходит. Они же открыто объявляют, слава нации, смерть ворогам. Они не миндальничают. Они объявляют о смерти. И что, этого не знал Кличко? И что, этого не понимал Яценюк? И что, это новое для тех не Бога? Ничего подобного. Они вырастили этих гадюк. А потом, конечно, вот и пришел час, когда им нужно выпрыгивать уже из тесных параметров Майдана. Они винулись туда, на площадь Европейскую, и дальше к правительственному кварталу, где за слон держали милиционеры. Беркут. И это уже увидел весь мир. Весь мир увидел. Это мирная акция. Если 3 декабря в Интерфаксе, когда я выступала на пресс-конференции, я тогда сразу же сказала, что эта акция не мирная, ее нельзя классифицировать мирной акцией, то тогда еще многие сомневались. А Машингтон и Брюссель рефреном утверждали мирная акция, мирная акция. Чушь. Тиражируя по всему миру. То уж сейчас просто никто не может сказать, что это мирная акция. Это головорезы. Это террористы. Это боевики, которые заготовили коктейль Молотова. И мы покажем после моего интервью фотографии, сделанные сегодня, 20 января. Там, на Европейской площади, возле стадиона Динамо, когда тут же из СССР по бутылкам разливают жидкость, коктейль Молотова. Это мирная акция, когда булыжники выковыривают из площади. Причем Пятый канал вчера подло, так как они умеют, сказал, каминти. Митин Гуичи кидал и каминти. Я не хотела бы, чтобы журналисту Пятого канала этот каминец попал по голове, даже в шлеме. 70 бойцов Беркута и милиции доставлено в больницу со средней тяжелой степенью тяжести поражениями. Семь, шесть с началом этих автобусов и несколько машин сожжено полностью. Это что, мирная акция? Это увидел весь мир. Теперь вопрос, а что будет дальше? Вашингтон и Брюссель подстрекают, я вам зачитала, чтобы воевали, пока цель не будет достигнута. А цель их какая? А цель их смена власти для подписания соглашения об ассоциации. Их наняли для этого. Для подписания соглашения об ассоциации. Вот почему им нужно, если не подписывает это Янукович, если не принимает такого решения парламент, быстро их поменять. Потому что иначе объяснить, а зачем надо было в воскресенье вечером рваться к Верховной Раде, когда вообще там никого нет, заседание не проходит. Но им нужно было захватить здание Верховной Рады и посадить туда народную раду, о которой сказал Яценюк. Вот что им нужно было сделать. Пока что это не удалось. Пока что взрывы продолжаются. Я думаю, что и жидкости Молотова для этих коктейлей, и других орудий войны они заготовили немало. Власть выжидает. Власть запугана. Потому что со всех сторон ей говорят, не-не-не-не-не, никаких силовых действий. Вообще, конечно, ситуация просто нелепая. Против силовых действий власть не применяет силовых действий. Ну пусть за это отвечает власть. Пока что мы на сегодняшний момент видим, что и оппозиция, и власть, они ничего не могут решить. Пошли на переговорный процесс. На переговорный процесс пошел кто? Отсюда, о чем они могут договориться? Пошли эти рьяные евроинтеграторы, я ценю кличко-тягни-бог, с умеренными евроинтеграторами, Клюев, Портнов, Лукаш, члены партии регионов. А кто сказал, что партия регионов не евроинтегратор? Ничего подобного. Они вам все услышание заявляют, они тоже за Европу. Они согласны подписать соглашение об ассоциации, но не сейчас. Но они не вот в сию секунду. Они это отложили. И вот эти евроинтеграторы, кто рьяный, кто умеренный, будут договориться между собой? А народ Украины, до нас подавляющее большинство, я утверждаю, тех, которые хотят на своей земле жить и работать. Да, людям не нравится нынешняя власть, и я утверждаю, и мне она не нравится. Но мы абсолютно не хотим в колониальное рабство к Евросоюзу, в НАТО, к США. Мы не хотим. Мы не хотим быть врагами России. Мы хотим, чтобы Украина вошла в таможенный союз, и чтобы экономика расцвела Украины, и чтобы мы спокойно жили на своей земле. Вот чего хотим мы. Но, увы, наши голоса аж там не представлены. Сегодня фронт народного сопротивления и евроколонизации сделал свое заявление о том, что мы требуем, чтобы в переговорном процессе были представлены сторонники интеграции с Россией, представители левого спектра политических партий и общественных организаций. Мы дали свои кандидатуры полномочных представителей от фронта, которые должны принять участие в этих переговорах. Не знаю, услышит ли это власть. Но я утверждаю, просто какими-то договоренностями между разного рода евроинтеграторами или просто силовым развоном европарламента, евромайдана в Киеве вернее, не добиться результата. Политический кризис преодолен не будет. Что же нужно делать, чтобы в конце концов на Украине была стабильная ситуация, чтобы люди не боялись ни Киева, ни в других городах выйти на улицы, чтобы мы надеялись на лучшее в завтрашнем дне. Для того, чтобы изменить ситуацию, должен собраться парламент Украины. Этот парламент неработоспособный, мы это понимаем. Но, увы, другого пока нет. И есть большинство, это партии регионов и коммунисты. Им не дают собраться в Киеве, пусть собираются в Харькове. У них есть большинство голосов. Что они должны делать? Они обязаны это сделать. В первую очередь запретить профашистские партии и организации. Запретить. Их нужно поставить вне закона. И главарей арестовать. Прежде всего, это касается партии «Свобода». Второе. Собравшись вместе, парламентское большинство обязано принять решение. С кем будет Украина? Это что, только 360 лет тому назад перед Багнатом-Хмельницким стоял такой вопрос. Перед тогдашней нашей землей стоял вопрос. Ничего подобного. Он и сейчас стоит. Стоит рубая, кто скажет, на Украине. Надо ответить на вопрос, с кем мы будем. Хватит болтаться в ополомке. И парламентское большинство обязано выполнить волю избирателей. И коммунистов. И партию регионов выбирали в парламент не для того, чтобы они принимали закон о евроинтеграции. Их принимали, их поддерживали, им давали на курсия в парламент, чтобы они обеспечили интеграцию с Россией. Поэтому они обязаны изменить закон об основах внутренней и внешней политики. Одиннадцатая статья закона должна звучать не как курс на евроинтеграцию, а интеграция в таможенный союз. Вот что нужно Украине. И вот тогда, когда это будет провозглашено, когда это будет принято, вот тогда и у нас будет какая-то осмысленная позиция, поддерживать ли нам партию регионов, поддерживать ли нам коммунистов. Если они заявят об интеграции с Россией, да, мы пойдем в бой за это. Мы пойдем в бой за будущее нашей страны, за расцвет нашей великой отчизны. А иначе, что защищать интересы Рини Ахметова, Бени Коломойского, Шурика Януковича, Кого еще? Конечно, народ за это не пойдет. И поддержки такая власть иметь не будет. Что нужно делать также в парламенте, немедленно, это менять закон о выборах, о парламентских выборах, о выборах народных депутатов Украины. Новый закон не должен содержать никаких денежных залогов. Мы знаем, кто наворовал. Мы знаем, в чьих руках сегодня деньги на Украине. Бандиты, воры или американские наемники. Вот и все. Остальные все волны и нищие. Но сколько честных и умных людей. Им нужно дать возможность прийти в парламент. Им нужно дать возможность представлять интересы избирателей. И, конечно, должна быть отменена реклама на телевидении. Опять-таки, кто покупает эфир? Те, у кого кубышки ломятся, и потом они зомбируют население? А вот когда будет создан такой закон, принят будет. Когда будут объявлены выборы в парламент на такой основе, тогда не будет вообще никакого смысла стоять на Майдане. Тогда будет смысл у всей страны готовиться к выборам, приходить в парламент, принимать необходимые законы и менять конституцию. И менять конституцию с тем, чтобы была снята неприкосновенность у депутатов, чтобы у избирателей было право отзыва депутата в любой момент. Обманул? Обещал одно, пришел, делает другое? Обещал жить честно, а стал воров и строить себе шикарные коттеджи, покупает шикарные яхты? Вон из политики, вон из парламента. Вот это должно быть законом для Украины. И тогда будут нормальные законы и по оплате труда, и по пенсиям, и по всем другим вопросам, составляющим высущность в нашей жизни. Но законы принимаются в парламенте. Поэтому нужен новый парламент. Новый парламент при новом законе о выборах. Вот что нужно делать. И эта ответственность полностью лежит на партии регионов и коммунистов. Кто меня сейчас услышит, независимо от того, в руководстве он этих партий или нет, расскажите это членам данных партий. Заставьте их это сделать. Иначе на Украине спокойствия не будет. Иначе Вашингтон и Брюссель не оставят нас в возможности самим решать наши проблемы. Вы посмотрите на сегодняшние материалы этого омерзительно оранжевого интернет-ресурса Новый регион. Что пишет сегодня Новый регион? Без серьезного внешнего вмешательства кризис уже не разрешить. Вот к кому они обращаются. Что они хотят, чтобы было в Украине? Они хотят, чтобы сюда вошли оккупанты, натовцы, американцы, чтобы нас полностью скрутили в бараний рог и сделали бесправными рабами, врагами России, людьми, которые придадут все свое сокровенное, духовное, чтобы мы стали вообще знаете, какими-то маньяками на службе у западного капитала. Неужели мы этого хотим? Неужели мы свою историю, свой разум способны предать? Вот почему сегодня день такой важный, период такой очень ответственный. Этот период требует от всех нас, от всех нас мобилизации всех усилий для того, чтобы не осуществились планы Запада, не завершился успехом этот нацистский путь, для того, чтобы Украина вышла из политического кризиса и начала строить достойную, счастливую жизнь для каждого честного человека. кризиса. Продолжение следует... troisième... второе... второе...